Всем привет, друзья! Меня зовут Хоббит и на ваших телеэкранах, как обычно, программа Virtual Selection. В этом выпуске. В Голландии запустили первый беспилотный общественный транспорт. Компания Motorola официально вышла на российский рынок. Sony даст ленточным кассетам вторую жизнь. Samsung разработала грузовик, который можно безопасно обгонять. Уникальная российская разработка, самодельный вездеход Sherp. Ну и, конечно, вышел долгожданный Unravel. Первый беспилотный общественный транспорт и новая жизнь аудиокассет это и многое другое в рубрике «Новости индустрии». Всем привет, друзья! С вами Роман и новости из мира IT. В Голландии запустили беспилотный общественный транспорт. В Нидерландах между городами Ит и Вагинген в провинции Гельдерланд впервые в мире запустили беспилотный общественный транспорт WePot. Компактным и полностью автономным микроавтобусам не нужны выделенные полосы, рельсы, магниты или провода. Мозгом этого гаджета на колесах выступает аппаратная и программная платформа от NVIDIA, а для вызова WePot пассажиры могут использовать фирменные приложения на смартфоне. Пока WePot передвигается в тестовом режиме по 200-метровому участку дороги, а после завершения испытаний планируется вывести на 6-километровый маршрут целый беспилотный автопарк. Автобусы WePot могут передвигаться с максимальной скоростью 25 км в час. WePot – это пока первый в мире беспилотный общественный транспорт. Следующий шаг – беспилотные автомобили. Компания Motorola снова вышла на российский рынок. 11 февраля на российском рынке мобильных гаджетов произошло знаковое событие. Легендарный американский бренд Motorola представил 4 смартфона и умные часы. Продажа гаджетов стартует 1 марта, а их стоимость будет варьироваться от 17 до 60 тысяч рублей. Особый интерес представляет собой топовый аппарат X-Force с мощной технической начинкой, богатым оснащением и небьющимся дисплеем. Напомним, что Motorola покинула российский рынок в 2010 году из-за низких продаж, хотя за несколько лет до этого компания занимала в России лидирующие позиции. Теперь Motorola принадлежит китайской компании Lenovo, которая купила ее у Google в 2014 году за 3 миллиарда долларов. Уверен, что после официального выхода Motorola на наш рынок премиальные бренды, мягко сказать, напряглись. Sony даст ленточным кассетам вторую жизнь. Наверняка многие из наших зрителей помнят аудиокассеты, которые оставались на пике популярности вплоть до конца 90-х годов. Тогда это был один из самых популярных типов аудионосителей, пока его не вытеснили диски, а впоследствии и флэш-память. Однако недавно на международной конференции в Дрездене компания Sony представила ленточные кассеты нового поколения, которые могут хранить в 74 раза больше данных в сравнении с обычными лентами. На одном квадратном дюйме такой ленты может разместиться 148 гигабайт данных, а вся кассета вмещает 185 терабайт. Sony планирует начать массовые продажи новой ленты, но точных дат пока никто не называет. Пока основной целью данной разработки станет резервное хранение данных в промышленных объемах. Samsung разработала грузовик, который можно безопасно обгонять. По статистике почти 80% аварий на дороге происходит при неправильном обгоне. В аргентинском подразделении Samsung решили, что с этой проблемой нужно что-то делать, и для этого нашлось гениальное и в то же время простое решение. В качестве эксперимента на переднюю часть своих грузовиков компания Samsung установила камеры, а на заднюю часть фур несколько экранов. Камеры, установленные спереди, снимают картинку дороги в реальном времени и передают ее на экраны сзади. В результате автомобили, двигающиеся за такими грузовиками, могут совершенно безопасно убедиться в том, что полоса встречного движения свободна для обгона и начать свой маневр. Будет ли данная технология применяться на реальных дорогах в ближайшем будущем, пока непонятно, ведь оснащать грузовики камерами с большими дисплеями довольно дорого. Надеюсь, что эта гениально простая мысль корейских инженеров поможет сохранить тысячи жизней на дорогах. До скорого, с вами был Роман, а далее смотрите очередной игры Hypad Hobbit. Свершилось! 9 февраля состоялся релиз красочной и просто великолепной семейной игры под названием Unravel. О ней-то мы сейчас и поговорим. Игру Unravel я приметил еще на презентации Electronic Arts во время выставки Gamescom 2015. После презентации создателя игры Мартина Саллина, скорее всего, каждому захотелось поиграть в Unravel. Редко можно увидеть, чтобы создатель был настолько привязан к игре и к главному герою. Сюжет Unravel крутится вокруг маленького вязаного человечка, я его лично называю котом, по имени Ярни. Игрушка, которая, скорее всего, побьет рекордом по продажам в этом году. Настолько он получился милым. Ярни собирает вязаные предметы и открывает семейные воспоминания его старой хозяйки, путешествуя по привычным местам. Здесь и сад, и дом, и заснеженный холм, ничего такого, где бы вы никогда не были. Но для маленького Ярни проход по этим местам становится путешествием всей его жизни. Но главные уровни в Unravel очень и очень красивые и проработаны до самых мелочей. Вам захочется возвращаться в них снова и снова, чтобы погрузиться в эту атмосферу еще раз. Как вы понимаете, в Unravel не надо никого убивать. Да, сейчас это большая редкость для видеоигр. Тем не менее, от этого игра становится еще интереснее, претендуя стать лучшей семейной игрой 2016 года. В Unravel вы должны проходить уровни, решая головоломки. Основным орудием в решении головоломок Ярни служит шерстяная нитка, которая всегда тянется за ним и даже иногда заканчивается. Этой ниткой вы вольны пользоваться, как пожелаете. Играть в шерстяного спайдермена или, например, в канотоходца Филиппа Петти. Если использовать драгоценные нитки нерациональным путем, Ярни может размотаться и вам придется идти назад, собирая часть его вязаного тела. Игровая механика основана на физике. Хотите переплыть реку, зацепитесь за рыбу. Хотите прыгать выше, используйте нитку как пружину. Unravel это очень добрая, милая и уютная игра, единственным минусом которой является однотипность. С самого начала и до самого конца вы будете путешествовать по уровням на автомате, решая привычные головоломки. Возможно, в этом есть свой плюс, ведь игра отлично расслабляет и не дает ничего такого, что может сильно заморочить. Лишь иногда вам встречается что-то настолько сложное, что можно догадаться о решении только после того, как начнете заново в пятый раз. Дополняет расслабление полностью интерактивное окружение. Бегайте по клавишам фортепиано, издавая звуки, залезайте во всевозможные интересные места. Маленький вязаный Ярни умеет и не такое. Я думаю, Unravel это лишь начало пути Ярни. Если игра хорошо разойдется среди геймеров, вероятно мы увидим новые приключения маленького красного кота. И, кстати, если хотите себе такого же домой, только не знаете, где купить, можете сделать его сами, с помощью проволоки и шерстяных ниток. Как его сделать, вам расскажет создатель игры Мартин Салин на канале Unravel в Ютубе. Недавно в сети появилось видео с вездеходом Алексея Горгашьяна. Он настолько нас поразил, что мы не могли пройти мимо него. Если вы думали, что Хаммер крутой внедорожник, то вы ошибались. Этот необычный российский внедорожник под именем Sherp просто взорвал на днях весь интернет. Инженер из Петербурга Алексей Горгашьян создал монстра, о котором написали все крупные СМИ по всему миру. Журналисты Top Gear сказали следующее. Воспринимаете его как крошечный танк или экстремальный внедорожник багги. Он разработан для действий в экстремальных условиях и доставит вас туда, куда не сможет пройти ни одно другое транспортное средство. Главной особенностью Sherpa является пневмоциркуляционная подвеска. Все шины связаны воздушными каналами с измененным сечением, которое можно регулировать вплоть до герметичного закрытия. При наезде на препятствие одной из шины давление равномерно распределяется по всем колесам, позволяя им деформироваться сильнее. Колеса движутся подобно танковым гусеницам. А в случае погружения в воду в кабине предусмотрено устройство по откачке воды. Мощность мотора Sherpa составляет 44 ЛС. Максимальная скорость 45 км в час. Внедорожник уже запущен в серийное производство. А по оценкам экспертов, этот внедорожник просто не имеет конкурентов. На сегодняшний день цена Sherpa 65 тысяч долларов. Круто, конечно. Купив Sherpa, вам больше ничего не будет нужно. Особенно, если вы живете за городом. Вот и все на сегодня. Меня зовут Хоббит. Подписывайтесь на нас в соцсетях и, конечно, увидимся на следующей неделе. Удачи вам!